Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала Магия Успеха, Второе Самопознание. Меня зовут Наталья, и кто со мной еще не знаком. Дорогие друзья, сегодня предлагаю общий онлайн расклад на три варианта. Тема будет звучать так. У меня есть блог, и вот на сегодняшний день он у вас вот прям выпирает этот блог, и возможно действительно он вам где-то что-то стопорит, где-то мешает. И сегодня я предлагаю нам с вами разобраться, что это за блог, который вот сегодня, на сегодняшний день вот прям явно проявлен, который действительно вас вводит в какой-то дискомфорт, возможно он вас вводит в какое-то кризисное состояние, эмоциональное какое-то кризисное состояние. Давайте будем сегодня пробовать с этим разбираться. Честно говоря, еще не знаю, как я точно назову данный видеоролик, но суть такова. Разберемся сегодня вот прям с выпирающим блоком, который вас тормозит. Ну это прям коротенькое такое, да? Сейчас, пожалуйста, подумайте о себе. Не надо думать сейчас абсолютно ни о каких ситуациях, что у вас, как у вас. Просто сказали свое имя, произнесли дату рождения, и все. И все. И остальные мысли, как пыль. Ничего не нужно думать. И интуитивно, пожалуйста, выберите ту карту, которая лежать будет на столе. Итак, эта карта как раз таки и будет показывать, о чем речь, что это за блок, который вот прям явный на сегодняшний день. У нас их очень много, честно говоря. Очень много. Блоки это, знаете, своего рода даже какие-то страхи могут быть. Ну, много. Аспект очень большой. Поэтому, говорится, как работаем непочатый край, да? Или как-то правильно говорится, да? Непочатый край. Итак. Для первого варианта. Какой блок на сегодняшний день вот прям из вас выпирает? Вот прям явно проявляется. Для второго варианта, какой блок вот прям выпирает и явно проявляется, да? Для третьего варианта, какой блок у вас явно проявляется и выпирает? Пожалуйста, интуитивно выбирайте карту. 1, 2, 3. И поехали. Перейдем сразу к первому варианту. Итак, приветствую всех тех, кто выбрал первый вариант. Давайте посмотрим, о каком блоке идет речь. Блок, 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 блок. Смотрите, здесь блок заключается в том, что вы что-то в своей жизни не отпускаете. И это что-то на самом деле для вас, честно говоря, особую роль-то никакого не имеет. То есть, просто сейчас подумайте, у вас есть несколько каких-то таких вещей, которые на сегодняшний день, которыми вы на сегодняшний день просто играетесь. Вы и отпускать не отпускаете, и держать не держите, понимаете? Вроде бы и свободно. Вот здесь вот девочка просто мышек держит за хвостики, понимаете? Она их практически уже отпустила. То есть, она уже с ними не играется, она уже как бы с ними не балуется, ничего не делает, не кормит, вообще ничего, понимаете? Она просто их чуть-чуть придерживает за хвостик. Она уже, по идее, готова их отпустить, но по какой-то причине она вот схватилась за это что-то и не отпускает. На сегодняшний день, ещё раз, да, в чём у вас блок? На сегодняшний день вы что-то из своей жизни, вот по идее, чтобы надо было бы уже отпустить, вы это не отпускаете. Вы это не отпускаете. И здесь идёт ещё такой момент, что здесь идёт неравноценный энергообмен. То есть, вы уже в это что-то не вкладываетесь. Либо уже вам вот это что-то, оно не приносит никакой пользы, понимаете? Вы не приносите никакой пользы. Вот здесь у вас ещё, возможно, просыпается какая-то такая внутренняя, внутренний даже какой-то конфликт, который немножечко вас выводит из себя. Для каждого это будет свой блок. Думайте, отталкивайтесь всё равно от той ситуации, которая вот прям вокруг вас на сегодняшний день прям вот крутится, да, не даёт вам покоя. Но это будет здесь об этом. Вы женщина, хотелось бы сказать, девочка, да? Вы человек, который на самом деле такой энергичный. Вы, по идее, на месте никогда не стоите. Вы, понимаете, вот у вас всё равно есть огонёк вот какой-то движухи. Но сейчас вы вот где-то в какой-то ситуации вы просто замерли. И даже присутствует какая-то немножко агрессия, злость, месть. Вот здесь это есть. Как-то завуалированно я вам, возможно, это всё описала. Но кто вот прочувствовал, тот прочувствовал. Значит, вот этой нужна информация данному человеку. Давайте посмотрим, откуда вообще появился этот блок у вас. Откуда он вообще у вас появился? Что предшествовало появлению этого блока? Смотрите, возможно, у вас был очень хороший какой-то советчик, который вам постоянно на ушко шептал. Давай, давай, делай это. Давай, двигай. Или давай вот это вот сейчас возьмёшь. И потом тебе это будет круто. Чуть ли не всю оставшуюся жизнь, да? Вот ты сейчас этим воспользуешься. Ты сейчас этим поиграешься. Или этими вещами. То есть здесь может быть довольно-таки не одна вещь, да? Таких моментов у вас может быть куча, масса. То есть вы поиграли, но отпускать, не отпускать. То есть вам эти вещи уже без надобности, как говорится, да? А они вас притормаживают. Потому что вы в любом случае все равно сливаете туда свою энергию. Вам бы это отпустить, как говорится, и всё. А нет, вы же это держите, вы же это не отпускаете. И поэтому, естественно, ваша энергия будет сливаться туда. Так вот, у вас был такой какой-то советчик. Возможно, даже какой-то ваш внутренний самообман. Возможно, у вас какой-то был жизненный период, где вы были немножко не в себе, не вменяемы. Почему вы приняли, допустим, решение, чтобы у вас эта вещь или что-то, 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 либо кто-то, да, был рядом с вами. По какой причине вы приняли это решение? То есть это ваше какое-то внутреннее самовнушение, которое привело на сегодняшний день к оттоку вашей энергии. Потому что агрессия, вот эти обиды какие-то, да, они ещё никому не давали прилив энергии. Абсолютно ещё не было таких случаев, что когда человек в агрессии, к нему такой здоровой энергии приходит, и человек, наверное, начинает нормально двигаться, жить. Нет, наоборот, его съедает, но внутри человек, ну, угасает, будем говорить так, да. То есть здесь либо кто-то вам это внушил, либо вы сами самостоятельно. Тут уже всё равно отталкивайтесь вот непосредственно от той ситуации, от того блока, который у вас есть. И, ну, так примерно вспоминайте событийный ряд, да. Либо это вы сами себе это всё внушили, либо всё-таки это вам кто-то помог. Давайте спросим, что, что смог вот на сегодняшний день проработать в вас данный блок? Что он уже смог проработать, понимаете? Когда мы заходим вот в эти блоки, это не говорит о том, что мы реально стопоримся, да, и мы дальше не идём в развитие. Нет, как раз-таки мы идём, потому что мы идём в сопротивление. У нас начинают открываться какие-то внутренние, внутренняя сила, да, для проработки вот как раз-таки этого блока. И вот что именно в этот момент у вас прорабатывается, да. Что положительного, да, что положительного, в принципе, вам даёт данный блок? Что положительного даёт вам данный блок? положительного, да. Но смотрите, здесь у вас, возможно, идёт сопротивление, вы сопротивляетесь какому-то своему открытию, какого-то своего внутреннего творчества. Творчество может проявляться абсолютно везде. Это начиная от приготовления пищи и заканчивая трудовой деятельностью. Здесь, вот понимаете, здесь, скорее всего, у вас есть такой задел на внутреннюю активность, понимаете. Возможно, вот этот блок помогает вам себя где-то проявлять немножко по-другому, не так, как вы делали, допустим, это раньше. Возможно, вы стараетесь подойти совершенно с какой-то другой точки зрения, не так, как вы делали это раньше. Он вам всё равно, понимаете, помогает. Вот где-то что-то немножко, возможно, даже перемудрить. Вот здесь вот, да, какую-то творческую жилку вам здесь открывается. Вот здесь вот однозначно, да. Что теперь отрицательного всё-таки даёт вам этот блок? Что вообще в негатив вас вводит данный блок? В чём вы негативите? Отрицание. А смотрите, с помощью этого блока все те мечты, все те ваши амбиции, которые у вас есть, вы их принижаете. Это тогда, когда я понимаю, что я не могу достигнуть вот той мечты, о которой я давно-давно думал, хотел, рассматривал. А сейчас вы говорите, а, нет, это не для меня, всё, я это уже не хочу. Да и вообще мне это уже не надо. То есть, получается, вы опускаете лапки, ну, руки, простите, лапки, и получается, что та идея, та мотивация, которая вас двигала ранее, на сегодняшний день, она, к сожалению, у вас падает на ноль. Даже могу сказать, она может у вас вообще упасть в минус. Вы просто говорите, мне это уже не надо. Вот просто подумайте, о чём вы ранее планировали, мечтали, какая цель была. А цель была очень амбициозная по аркану звезда. Когда вы где-то себе планировали что-то такое великое, что-то такое мощное, статусное, я могу даже так сказать, девочки, если, допустим, к примеру, смотрите, вы хотели стать, к примеру, певицей, когда-то мечтали об этом, но на сегодняшний день вы свою мечту эту заглушили вообще прочно. Вот это и есть ваш блок. Я просто привела как пример. Таких мечт может быть очень много. У каждого их, и ни одна может быть, понимаете? Ни одна. Поэтому смотрите, каждый исходите из своей ситуации, да? Так. Давайте посмотрим, что ещё. Это отрицательного, да? То есть ваши мечты, ваши идеи, они сходят на нет. Давайте посмотрим, что конкретно на сегодняшний день блокирует данный блок. Что он вам блокирует? Что он вам блокирует? А блокирует он вам на лёгкость общения. Блокирует... То есть вы не можете просто, легко, допустим, входить в коммуникации с другими людьми. Вы блокируете себя от каких-то радостных мгновений, от каких-то разных... От приятных разных минут, которые могли бы быть в вашей жизни. То есть вы сознательно или не несознательно, да? Вы себе ставите на этом табу. Вы усложняете. Потому что вы проявляете даже вот где-то агрессию. Ещё раз. Вы себе блокируете лёгкое... Лёгкое отношение, ну, могу сказать, даже к жизни. Вот так вот, да? Лёгкое отношение. Однозначно здесь страдает коммуникация с людьми. То есть общение с людьми, да? Как вам всё-таки проработать данный блок? Подсказка, да? Как вам всё-таки проработать данный блок? Как вам проработать? Как вам проработать? Ну, вот смотрите, здесь выходят кубки, да? Как вам проработать? Вот здесь будет... Проработайте своё эмоциональное. Просто влюбитесь. Это может быть кто угодно, что угодно, да? Просто нужно влюбиться, полюбить природу, полюбить какое-то место, полюбить какую-то книгу, понимаете, ну не то, что прям полюбить, то есть вы должны открыть в себе тех больше моментов, которые вам нравятся, которые действительно вам импонируют, которые вам близки по духу. Вот допустим, к примеру, я особо не люблю горы, но они мне нравятся, но я от них не фанатею, я фанатею от другого, я фанатею от воды, от океана, от моря, понимаете, у вас будет что-то другое, вот поймите правильно. Вы должны принять, вот вас здесь будет больше связано с водой, я не знаю, вот здесь вот, может быть сейчас кому-то будет подсказка, если вы когда-нибудь бывали на реке, либо на море, либо, ну я не знаю где, да, попробуйте, если получится, так я не знаю, понаблюдайте, как люди плавают на яхтах, посмотрите это где-то, если у вас получается в живую, посмотрите в живую, понимаете, возможно здесь у вас где-то откроется какой-то потенциал, вода, кораблестроение, понимаете, вот что-то здесь с этим связано, это паруса, это что такое, вообще вот корабли, паруса, ну это что-то такое мощное, это что-то такое вдохновляющее, но опять-таки, да, это я свое видение вам рассказываю, у вас это в любом будет что-то другое, ну что-то другое, ну те слова, которые я говорю, возможно где-то что-то откликнутся, белое, да, допустим, дерево, вода, я не знаю, золото, да, у короля кубков получается тут корона, ну естественно она из золота будет, да, то есть понаблюдайте, что вам нравится, попробуйте как-то по-другому посмотреть на вещи, на которые, допустим, вы вообще ранее никогда не обращали внимания, и тогда это вам поможет себя где-то раскрыть, где-то побольше во что-то, либо в кого-то влюбиться, ну тут однозначно влюбиться, открыть свою вот эту эмоциональную составляющую, так, ну и каков результат будет тогда, да, что вы по итогу можете получить, если вы все-таки вот пойдете вот по вот этому пути, будете открывать красоту природы, да, красоту людей, что эмоциональный аспект, да, что у вас, каков будет результат, смотрите, вы в корне можете поменять ход событий в своей жизни, вы вот из этой, грубо говоря, вот несчастной бабочки, которая приколота, да, которая на сегодняшний день неподвижна, она не может двинуться ни влево, ни вправо, она, знаете, уже такое ощущение, как отреклась от своей жизни, и говорит, что будет, то будет, попадет, если у меня кинжал, значит, ну так, так тому и быть, да, то есть тогда вот если вы будете вот это делать, открываться, как говорится, вот тому, то, что я уже выше сказала, тогда у вас колесо фортуны перевернется, у вас кардинально может поменяться жизнь, у вас может вплоть до того, что вы можете купить недвижимость, переехать в новый дом, переехать в какой-то другой город, понимаете, либо реально встретить, если для вас это актуально, встретить какого-то другого человека, который действительно с вами будет на одной волне, аспектов, может быть, вы найдете совершенно новую для себя работу, в общем, здесь вот так, вот к такому результату вы выглядете, если с вами резонирует, пожалуйста, напишите в комментариях, очень интересно будет почитать, надеюсь, я хоть в какой-то мере помогла вам разобраться, если это так, я буду очень-очень рада. Благодарю, что смотрели данный вариант, выбрали данный вариант, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, благодарю вас за внимание и переходим ко второму варианту. Приветствую всех тех, кто выбрал второй вариант, давайте посмотрим, какой у вас блок, вот прям выбирает на сегодняшний день, да, и что, 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 что вообще с ним, да, блок, какой блок. Вот здесь, возможно, ваша какая-то торопливость, какая-то неусидчивость, возможно, какая-то ваша экспрессивность, то есть вы еще ничего, знаете как, принимаете какое-либо решение, но основательно вы почву не подготовили для того, чтобы быть уверенным в своем результате. То есть вот здесь у вас своего рода есть какая-то торопыжность, да, но это импульс, это понятно, возможно, вы человек действительно, который может быстро принимать резкое решение, это знаете как, я сказала слово, но я сначала не подумала, а сказала его, а потом я уже буду думать, что я сказала, и это может приводить к не очень хорошим результатам по факту, да, то есть какие-то могут быть конкретно сложные потом последствия данного, там, что-то высказанного вами не подумавши, да. И вот здесь получается где-то ваша импульсивность, непродуманность, возможно, да, вот где-то опять, знаете, излишняя самоуверенность в себе, вот здесь вот тоже может являться вашим блоком. У вас могут быть, знаете, рядом находиться такие люди, ваши своего рода как единомышленники, да, но, честно говоря, на них тоже никакой надежды нет. Смотрите, допустим, к примеру, если вы задались какой-то идеей продвинуть проект, там, я не знаю, там, ну, какое-то что-то вы захотели, свой тот же бизнес, неважно, да, если вокруг вас находятся люди, то посмотрите, как правило, к нам притягиваются те люди, которые похожи на нас, то есть если вы так поступаете, да, то есть довольно-таки быстро принимаете решение, но они не имеют основания, не имеют конкретной почвы, то, как правило, рядом с вами примерно такие же люди будут, потому что мы притягиваем подобное, притягивает подобное, и результативность данного проекта будет, ну, минимальная, понимаете? Вот это является вашим блоком, да, надеюсь, я понятно объяснила. Так, теперь давайте посмотрим, откуда вообще это у вас появилось, вот эта вот быстрота какая-то, да, необоснованная, агрессия. Вы можете, понимаете, вы можете здесь впадать вот прям вот, жестить, конкретно можете жестить, то есть как спичка, знаете, я вспыхнула, и все. Вам, как говорится, тут и разгона не надо, да, скорость набирать не надо, вы с места как, и все, и сразу скорость 150. Ну, что-то такое. Извините, что, возможно, я где-то вас задеваю, но карты как показывают, я так вам и объясняю. Итак, поехали. Откуда появилось, откуда вообще образовался этот блок? Что это, о чем это, откуда? Откуда это появилось? Так, ну, возможно, причина здесь мог стать непосредственно какой-то мужчина, да, какой-то мужчина, как вариант. И мужчина, ну, я не буду сейчас привязываться к знакам, но мужчина, который, ну, знаете, по большей части больше говорит, нежели делает, да, то есть на действиях у него нет подтверждения, к сожалению, то, что он говорил ранее. А также это может быть причиной того, что вы слишком-слишком эмоционируете абсолютно на каждое сказанное слово или увиденное действие. Вы вот увидели что-то по телевизору, да, и с вашим мировоззрением это не сошлось, и все, вы уже вступаете сами, можете, как говорится, с собой разговаривать, разговаривать, и гнев там, а потом сидите, господи, ну, 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 чего я завелся? Ничего ж такого не было, а я завелся, и на 30 минут я еще тут дебаты развожу, да. Вот примерно что-то из этой серии будет. То есть вы слишком очень близко воспринимаете весь тот поток информации, который идет к вам. Весь поток информации. Давайте посмотрим, что, вот, знаете, каждый блок, вот каждый блок, это и есть наши какие-то неуверенности, какие-то наши страхи, да, и все остальное прочее. Но понимаете, когда они у нас есть, мы начинаем, допустим, с ними где-то периодически вести борьбу, они нас, какие-то качества в нас хорошие открывают, да. Давайте посмотрим сейчас, что хорошего дает вам данный блок. Что он вам открывает? Что открывает вас данный блок положительного? Смотрите, как интересно, да. А он вам дает возможность, если, допустим, к примеру, в реальности у вас наступает какая-то, возможно, какое-то недопонимание, да, что положительного дает, вы можете, с одной стороны, ну, естественно, отстоять себя, это однозначно, да, но еще плюс какое-то дружелюбие. Вы начинаете как-то больше понимать другого человека. Понятно, что вы сначала вот вспылили, допустим, к примеру, да, вот что-то такое у вас было, но потом вы все равно как-то в человеке находитесь что-то такое, и как-то вам его жалко становится. Понимаете, у вас проявляется, вот, ваше эмоциональность, сначала вы очень такие импульсивные, да, вот, экспрессивные такие, да, а потом у вас это идет на спад, и как раз-таки у вас открывается вот эта вот доброта, понимание, жалость, возможно, даже, да. Ну, жалость – это, конечно, не очень такое хорошее качество, хороший показатель, но, тем не менее, все равно у вас вот открывается и дружелюбие. Вот здесь вы учитесь дружить. Сначала, как говорится, дали стрякача, да, а потом вы как-то начинаете вот немножко подводить все к тому, чтобы взрастить вот это себе качество дружелюбия. Вот это хорошее вам дает, да. Понимание других. Вот здесь вот у вас понимать других людей, да. Хорошо, что отрицательного все-таки дает вам этот блок, вот прям вот, который вас вот тянет, тянет, тянет и тянет. Прямо двигает вниз. Что отрицательного дает вам данный блок, который выпирает на сегодняшний день. Смотрите, а он вам не дает возвыситься, он вам не дает быть победителем в вашей жизни, он вам особо не дает добиваться тех успехов, которым вы достойны. Возможно, вы что-то в своей жизни, к примеру, сделали наполовину, потом вы резко берете и уходите от начатого и не доделываете, к примеру, до конца. Это не есть хорошо. То есть вы не побеждаете. У вас, понимаете, даже если вы что-то и доделываете, но получается, то ли вы будете недовольны своим результатом, вот прям на все 100%, естественно, вы не будете себя чувствовать победителем, и потом вы говорите, зачем мне это надо, все, и вообще я за это больше никогда браться не буду. То есть у вас, знаете, идет здесь такой момент, что можете быстро разочаровываться в том, то что у вас не получается. Если, к примеру, это вы что-то делаете, да, и у вас реально не получилось, все, я не умею, все, у меня руки не оттуда выросли, все, мне ничего не надо, я вот лучше что-то другое. За что-то другое начинайте браться, такая же история. И с каждым разом у вас идет больше неуверенности в себе. То есть вы в себе глушите вот эти качества победителя, вот эти качества лидера. Вы, к сожалению, в себе глушите. И в этом вы еще в себе глушите творческий подъем, понимаете? Мы вообще живем, существуем на этой планете Земля, мы проявляемся, живем, используя только творчество. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, как бы мы ни поступали, у нас везде, отовсюду прет наше творчество. Даже когда мы спим, и там мы творческие люди, понимаете? А вы в себе это глушите, вот прям глушите, и не даете этому развиваться. Ну вот здесь идет интересное так, да? Хорошо. Давайте посмотрим, как вам, ну хотя бы проработать данный блок, чтобы вы все-таки выходили вот в то же самое дружелюбие, только уже не используя, вот именно какие-то негативные, свои, негативную какую-то свою энергетику, да? Блок, вот эти страхи, это же энергия, это негативная энергия, которая вас тянет, 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 мы неуверенными становимся, никакими мы становимся, да? Итак, давайте посмотрим все-таки, к чему, а не, как проработать, да? Как проработать вам данный блок? Как вам его проработать? Сейчас. Так, смотрите, как вам его проработать? Вот здесь я могу сказать, что, возможно, вам нужно убрать свое эго. Возможно, действительно, вам нужно будет проработать эго и прочувствовать, вот именно прочувствовать, что вы очень человек, на самом деле, общительный, солнечный. Вы можете быть полезным очень-очень-очень многим людям. Вы можете быть, ну, я не знаю, вот есть пчелы, да, и есть матка. То есть все пчелы слетаются к матке, и там мед, понимаете? Если вы будете открыты, если вы будете действительно добры, улыбчивы, да, то к вам и люди те такие же потянутся, которые вас будут постоянно наполнять ресурсом. И вы потом будете сами в ресурсе для того, чтобы проявлять то самое творчество. В общем, вот здесь вот я могу сказать, окружайте, постарайтесь, по крайней мере, также себя окружать теми людьми, которые будут похожи на вас. Возможно, много будет отсеиваться людей. Вот это 100%. Если вы начнете в себе меняться, уберете свое эго, вот у вас здесь нужно проработать свое эго. Если вы его уберете, поработайте над этим, то тогда вы будете сами лично меняться. И люди к вам совершенно будут другие приходить. И вот все-таки я достала королеву жезлов, да, и тогда вот у вас действительно проснется вот эта какая-то ласка, какая-то забота, понимаете? Вот этот стержень появится у вас в любви, заботы, понимания других людей, а в первую очередь себя. В первую очередь себя. И тогда, опять жезлы, да, смотрите, и тогда вот у вас творческий потенциал, у вас откроется, и вы действительно почувствуете себя победителем. А когда мы чувствуем себя уверенно, у нас тогда все дела намного лучше двигаются и разрешаются. Тогда я думаю, что у вас все будет круто. Давайте тогда сразу зададим такой вопрос. Что по итогу вы получите, если все-таки будете работать со своим эго, да? Проработаете его. Что вы получите по итогу? Какой будет результат? Какой будет результат? Вам будет подвластно абсолютно все. Вы сможете управлять всем. Вы будете уметь очень многое. Вы знаете, тот опыт, который у вас был, он будет, знаете, как увеличиваться в геометрической прогрессии, понимаете? То есть навыки, которые у вас есть, они будут... Вам даже не надо будет особо практиковаться, понимаете, как идет процесс. Раз-два, и вы уже чуть ли не на уровень мастера выходите. Раз-два, попрактиковались, и вы уже чуть ли не на уровень мастера опять выходите. Это в любом деле, потому что вышел маг. Маг – это такая... Это, во-первых, старший аркан. Не будем забывать, что это очень значимый результат для вас будет. Вы можете управлять практически... Да не практически... Всеми сферами своей жизни. Начиная от эмоциональной сферы, заканчивая финансовой сферой. И вам будет подвластно тогда все. Вы будете очень грамотно говорить. У вас будет дар убеждения, понимаете? Это такая мощная сила, честно говоря, да? Это постоянный импульс. Маг, он может все. Он действительно, он себя ощущает таким человеком, жизнью, так, энергетически напитанным для того, чтобы вот в жизни творить какое-то, ну, что-то мощное, хорошее и нужное, самое главное, и полезное. Вот к этому результату вы можете прийти, если вы будете стараться работать со своим блогом. Пожалуйста, пишите в комментариях, как проигрывается с вами данный вариант. Будет очень интересно почитать. И если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, пожалуйста, подписывайтесь. Буду рада видеть вас среди своих подписчиков. Благодарю вас за внимание. С вами я не прощаюсь, с вами я прощаюсь, переходим к третьему варианту. Благодарю за внимание. Приветствую всех тех, кто выбрал третий вариант, дорогие друзья. Давайте посмотрим с вами, какой же у вас блог на сегодняшний день, он прямо самый выпирающий, который вас притормаживает, да, по вашей жизни, да, возможно, в решении каких-то ваших жизненных ситуаций. Блог, страх, страх неизвестности. Это в вас сидит, страх неизвестности. Вот здесь еще может проиграться такой момент, блок. Возможно, но не для всех. Возможно, вам начали сниться какие-то вещи и сны. Возможно, вот здесь что-то такое магическое с вами происходит. К примеру, вы сказали слово, либо предложение, и это может реально осуществиться. Допустим, вы подумали о каком-то человеке, и через несколько времени, ну, через какой-то определенный период времени вы его встречаете. Вот здесь идет что-то такое для вас непонятное, что с вами происходит. Если же, допустим, не касаться вот этого всего, да, какого-то мистического, будем говорить, да, то для вас все равно вы сейчас находитесь в такой ситуации, где-то вам что-то непонятно, где-то вы чувствуете, что вы самообманываетесь. Вот что-то такое у вас есть, где вы самообманываетесь. И не понимаете, что происходит. Вот сейчас просто та ситуация, которая у вас в голове сейчас отразилась, вот сразу воображение пришло, да, значит, это та ситуация, которая действительно у вас будет блоком. Давайте посмотрим, откуда это у вас взялось. Ну, здесь, конечно, мощно. У кого-то просыпаются, вернее, даже, возможно, не просыпаются, да, понимаете? Вы что-то чувствуете, да, а конкретно вот этому ход вы не даете. И вы думаете, что это что-то прям такое, на вас что-то такое влияет извне, где вас притормаживает. В общем, с вами какие-то чудеса сейчас здесь на самом деле происходят. Откуда это? Давайте посмотрим, откуда это берется. Этот блок, откуда он? Откуда этот блок, откуда этот блок, откуда этот блок. Ну, всё, пошли карты магические, да? Смотрите, откуда это идёт? Вот, возможно, скорее всего, скорее всего. Вот ещё раз, друзья, смотрите. Я ловлю просто информацию. У вас есть магические способности, да? Вот эта информация не для всех. Пожалуйста, будьте очень внимательны, да? У вас есть магические способности. Но по какой-то причине они в вас не развиваются вот в том темпе, допустим, в котором бы они могли быть в развитии. Это у вас идёт, скорее всего, передаётся по наследству. Либо от вашей мамы, либо от вашей бабушки, либо от вашей прабабушки. И этот человек, этот человек вас очень-очень-очень любил. Этот человек вами очень-очень-очень дорожил. Он очень часто вас держал на своих руках. Ещё раз, даже если, допустим, к примеру, это вы бабушку свою, к примеру, или прабабушку не видели, то всё равно, понимаете, есть такой момент, что вы уже были в сердце у этого человека. То есть, возможно, бабушка уже знала, или, вернее, прабабушка, да, знала, понимала, что у неё будет преемственница. Третий вариант, как всегда. Что-то там не выдаёт, да. На дне колоды, понимаете, тут у меня ещё идёт, откуда это, ещё, верховная жрица. Вот сама королева жилов, это вообще уже идёт, ну, как бы, у королев, у этой королевы уже заложены магические способности. Верховная жрица, это вообще тоже такой человек, который владеет тайными знаниями, тайными познаниями, понимаете, это человек очень высокоинтуитивный. Вот здесь блок, вы не прорабатываете свою интуицию. Она у вас очень мощная, вам нужно только её прокачать. Всё, здесь другого не дано. Поэтому, возможно, с вами вот приходят, как уже ранее сказала, какие-то такие вещи, которые вы не понимаете, откуда я это знаю, да. Ну, допустим, если я встретила человека, я же, вы только о нём подумали, а вы бац, уже встретили данного человека. Либо каким-то, опять-таки, да, внутренним чутьём вы чувствуете, что что-то должно сейчас либо произойти, либо там, ну, я не знаю, всё, что угодно. У вас есть предчувствие, но оно у вас не развивается, и оно вас блокирует, ваши способности, ваши умения, ваш талант. Давайте посмотрим всё-таки, да, что отрицательного, что отрицательного... Ой, нет, давайте сначала посмотрим, что положительного даёт данный блок. В любом случае, когда мы справляемся с какими-то блоками, да, у нас идёт сопротивление, и это сопротивление нас чему-то учит. Вот что положительного даёт вам данный блок. Давайте посмотрим. Что положительного дает вам данный блок? Смотрите, этот блок вам дает понимать высокие материи, ментал. То есть у вас идет соединение с тонкими пластами. Это где у нас много информации. Понимаете, вы действительно, возможно, через сны, либо когда вы о чем-то задумались, либо еще какой-то такой момент с вами происходит, где вы заходите в какое-то свое определенное подвисание, будем говорить так, вы можете реально считать оттуда информацию, для вас может приходить какие-то инсайты. Допустим, я над чем-то размышляю, не могу найти ответа. Когда стоит вам только сосредоточиться на себе, вам извне может прийти решение. Либо вам извне может прийти какая-то идея фикс, что вы должны сейчас сделать для того, чтобы продвинуться, к примеру, в своем бизнесе, в своем каком-то творческом потенциале, в тех же самых финансах. Понимаете, это мощнейший такой информационный пласт, откуда вы можете брать информацию для того, чтобы идти в развитие. Вот это положительное он вам дает. Давайте посмотрим вот этот блок, вот когда вы его не раскрываете, вот эти вот свои способности и свою интуицию. Вот здесь конкретно будет интуиция. Если вы ее не прокачиваете, да, что отрицательного все-таки вам дает. Понимаете, вы сопротивляетесь, постоянно сопротивляетесь. Вы не даете выйти вот этой вот энергии, которая у вас есть, вы не даете ей развития. Ну, может быть, конечно, уже в процессе, да, я не говорю, чтобы прям вы вообще закрылись. Если вы уже это чувствуете, вы уже понимаете, что с вами реально происходят какие-то мощные трансформации, метаморфозы. Вы можете впадать в какие-то, ну, такие интересные, чудные состояния, которые могут вас иногда шокировать. Ничего не предвещало, тут бац, с вами что-то происходит, что-то приключается, и вы меняетесь, и вы вообще, ну, чуть ли не говоря, в воздухе перебываетесь. Ну, вот эту информацию, которую я сказала, кто-то поймет, о чем я сейчас говорю конкретно, да. Итак, что отрицательного все-таки дает вам данный блок? Что отрицательного? Отрицательного. Смотрите, вы не можете в себе взрастить императрицу. Ну, это, конечно, бомба. Императрица – это та женщина, в ней очень много потенциала, в ней очень много ресурса, в ней заложена мощная энергетика. Это очень мудрая женщина, это очень уравновешенная женщина, это женщина, это, ну, это мать-земля. Женщина-мама – это красавица. Понимаете, у нее все всегда получается. Если только женщина открывает себе вот эту вот императрицу, сразу во всех сферах ее жизни идет только благодать. Это и здоровье, это и финансовый поток, это и коммуникация с общественностью. Вы никогда ни с кем не будете вступать в какие-то конфликты или еще что-то такое подобное, понимаете? И в дом у вас всегда будет полная чаша. Это такой аркан. Он очень мощный. Но если вы только будете уходить, конечно, в минус, то вы можете быть истеричной, авторитарной, такой всех гнобите, я главная, я командирша. Нет, мы говорим... Вот, кстати, вы можете сейчас это делать, понимаете? Вы можете входить вот в такие энергии, когда вы начинаете поддавливать человека, давить на него. Особенно мы, женщины, очень любим придавливать своих детей. Вот здесь вот, пожалуйста, будьте аккуратны, потому что мы детей воспитываем, грубо говоря, до 4 лет, до 5. Все, дальше это уже самостоятельные личности. Да, они уже, в принципе, родились самостоятельными личностями. Мы только так им помогаем, что там ложку подержать, в смысле, на очередь, как ложку держать, вилку, ходить. Все, ходить они сами, в принципе, у них это на памяти, это на физике, это у них сохранено. Мы только так, мы в помощь. Все. Это уже отдельная личность. Но мы, родители, как правило, все равно стараемся на них поддавливать. На мужчин можем давить, да? На мужчин, кстати, можем больше давить, чем на детей. Но, опять-таки, да, у всех сугубо индивидуально. Поэтому вот здесь, конечно, у вас, вы, к сожалению, теряете вот ту самую императрицу. Уникальная женщина. Очень сильная, очень мощная, очень ресурсная. Как только вы достигаете вот этого ресурса, у вас тогда все, абсолютно все дороги открываются. Ну, как лакшери, как говорится, да. Давайте спросим, как вам проработать данный блок. Как вам проработать, все-таки, взрастить вот эту самую императрицу, да? Как вам поработать с данным блоком? Проработать его. Сила воли. Однозначно здесь будет работать только сила воли. Если вы дали себе какое-либо слово, я делаю то-то, то-то, значит, вы это должны взять и сделать. Если вы себе устанавливаете какие-то сроки, значит, в эти сроки тем более вы должны уложиться. Сила воли. Сила характера. Но это мы не о том характере говорим, когда мы прям жесткие и жестить конкретно начинаем. Нет, здесь не об этом. Сила воли, она может быть и женской. Ну, об этом сейчас я, конечно, прям так вот демагогию разводить не буду, но однозначно вы должны подавить в себе вот этого инстинкт зверя. Вы должны его утихомирить. А утихомирить мы можем только лаской, заботой, терпением, выносливостью. Понимаете, вот это вот внутреннее в нас агрессивные энергии, вот реально просыпается в нас какой-то зверь. Внутренний зверь. Ну, не будем забывать, что мы все-таки не просто человеки, да, а у нас все равно присутствует внутри генетика, да, генетически заложено. Это все-таки животный, да, спектр. Поэтому здесь, конечно, нужно просто в себе усовершенствовать человеческие качества. Именно человеческие качества. И это мы можем сделать только терпением, любовью, лаской, заботой. Только так. По-другому, к сожалению, не выйдет. Мощный, конечно, третий вариант. Опять очень... Старших арканов очень много. Это из шести карт у меня вышло четыре старших аркана. Энергетически сильный. Вот кто выбрал третий вариант? Девочки, мальчики, энергетически сильные люди. Если, конечно, мне смотрят мужчины, то императрица, это, понятно, переворачиваете в император, да, то есть мужчина, то есть это глава, это который несет ответственность. Ну, понятно, да? Все. Так. Ну и давайте к чему может привести? Какой результат даст, если вы все-таки пойдете и примените, вот, как говорится, свою силу воли, и начнете в себе взращивать вот эту интуицию, понимаете? Вот, кстати, если... Сила воли, да? Если вы решились все-таки заниматься практиками, не останавливайтесь. Как бы вам там лень какая-то не была, либо еще что-то такое, да? Либо вы там себе сказали, надо мне почитать то-то, то-то, где-то углубиться, с природой пообщаться... Делайте. Просто берете и делайте. Если вы сказали, значит, вы должны это слово сдержать. Сами себе дали и сдержали. Тоже своего рода, как аскеза, да? Ладно. Что по итогу, какой результат вы можете получить? Если все-таки будете придерживаться то, что я выше уже озвучила. Старший аркан. Боже мой. Смотрите, это такое ощущение, что вы действительно... У вас как будет новое возрождение. Новое восхождение из себя. Старший двадцатый аркан – это Верховный суд. Вот здесь даже могу сказать, хотите вы этого или не хотите, все, вы уже, вы уже пошли по этой тропе, вы уже пошли по этому пути духовного развития. У вас по-другому просто не получится. Вы просто обязаны выйти на высокий уровень. Вы научитесь, скорее всего, даже считывать информацию с самого-самого тонкого плана. У вас реально здесь как возрождение. Вы, возможно, будете много чего понимать и чего много знать. То есть, ранее, которые вы были вот до сегодняшнего дня, ну, примерно, да, плюс-минус, да, скорее всего, у вас произойдут глобальные изменения. Вы просто не будете себя узнавать, какая вы, допустим, были пять лет назад и какая вы сегодня. Вряд ли вы себя узнаете. Здесь, конечно, мощно. Двадцатый аркан. Карты как на подбор. Я желаю вам добиваться поставленных целей, поставленных задач. У вас есть на это способности. Вы очень можете здорово помогать миру. Спасать. Ну, такая миссия, да. Миссия у людей, которые обладают какими-то такими знаниями, тайными знаниями, просто обязаны делиться с этими знаниями и раскрывать в людях, ну, чистоту, наверное, помыслов, доброту, терпение, опять то же самое. Но прежде, чем это передать, мы должны сами научиться быть терпимее, выносливее, сильнее, мудрее. Ну, и тогда действительно перерождение, перерождение вас как личности, как человека, как женщины не заставит долго себя ждать. Благодарю, кто выбрал третий вариант. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Рада буду видеть вас среди своих подписчиков. Всего доброго, удачи, надолго не прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok